Игра Spintires MudRunner Запись прохождения испытания фура, в котором нужно подобрать полуприцеп сперва, потом отвести на точку разгрузки, где его нужно оставить. При этом нельзя повреждать свои или чужие машины, нельзя выезжать на встречную полосу, что мне как раз тяжело удается. И при движении с прицепом нельзя использовать камеру в кабине. То есть вид, вернее наоборот, необходимо использовать камеру только в кабине. Нельзя вот этот вид применять от третьего лица со свободной камерой. Водитель по машине ручкой. Ручкой по машине. По машине вырю. Не хочет. Ну ладно. Сигнал есть. Так, сразу включаем камеру. Из кабины. Снимаемся с ручника. Смотрим карту местности, как нам надо проехать. То есть сперва мы забираем фуру. Движение выезд на встречку непонятен. Потому что если здесь понятно раздельные полосы, и вроде бы как я еду по своей стороне, по своему направлению. И как я выезжаю на встречку. Так, хватные тормоза, сколько я помню. Очень неудобно отсутствие настоящих зеркал заднего вида. То есть это бутафория с заляпанными грязью. Она никак не способствует при движении задним ходом. Особенно с прицепом. Потому что если без прицепа можно выглянуть, и в принципе там все видно, то с прицепом в правом повороте не видно ничего. А при движении задним ходом это вообще сказка. Так, вот эта точка, где нужно забрать фуру. Так, забор. Вот она фура. Здесь сразу сейчас вывернемся. Так, ничего там не сшибем. Ну и можно заходить, забирать, цепляться. Расположение подсвечивается. И машина, и прицепа нужная. То есть нужно просто совпасть. Вот. Точничок. Вот это так выглядит снаружи. В прежней версии игры была анимация, что нужно было сначала поднять на прицепе опоры, только потом прицепить. Здесь все это делается разом. Несколько упрощенно, на мой взгляд. Управление тоже упрощенное. То есть коробка автомат, хотя и девятиступенчатая. И при этом не нужно переключать так. Что у меня ручник. Все, поехали. На машинах, где есть подключаемый или постоянный полный привод и блокировка дифференциала, нужно следить еще за скоростью. То есть при включенной блокировке дифференциала нельзя превышать, иначе тоже получает машина повреждения. Все машины оборудованы лебедками, как ни странно, даже этот C65-115 в принципе застрять здесь нереально, но реально перевернуться при этом. Так, ну вот, фишка этой игры анимация грязи жиденькой. Достаточно реалистично нарисована, но слишком фантастично едет при этом. хотя я уже застревал. Вытаскивался только лебедкой уже. Так, ну здесь, я так понимаю, нет понятия своя. Чужая полоса, это все направление моего движения. Так, нужно посмотреть, куда ехать. Следующий поворот налево с трассы. Обзор, конечно, из кабины так себе, особенно вот эта стойка мешается, левая, но при этом реализма куда больше, с камерой, летающей где-то выше и сзади грузовика. Так, вот здесь я тоже, в принципе, могу нарушить это условие движения по полосе. Сколько еду почти посередине. Надо держаться как-то ближе правой обучину. Так, что у нас там происходит? Все нормально? И сейчас нам нужен левый поворот по асфальту. А вот и он. Так, заходим. Возьмем покруче. Так, я не знаю. И все, едем до упора. Затем два поворота направо. Здесь есть короткая дорога, но я уже говорил, что по ней можно застрять. И в итоге выходит по времени дольше, чем по асфальту объехать. так, вот он. Заезд к месту, где стоят две машины близко. Вот здесь можно задеть, если не аккуратно пролетать. При этом учитывается не только повреждения собственного автомобиля, но и других. поэтому надо ближе к зилу взять. Еще можно чуть-чуть. И все. Ой-ой-ой-ой. Как я так. Все, проходим. До Заположья там остается примерно столько же. Ещё немного грязи, но едет, как ни странно. Так, уазика тоже желательно не зацепить. Всё, вот она, точка выгрузки. Сейчас здесь, как оказалось, лучше всего сперва развернуться, поскольку придётся заезжать туда задним ходом, в любом случае. Поэтому проще сначала развернуть всё вместе. Сейчас немножко сломаем, чтобы уменьшить радиус. Всё, в принципе, уже хватает. Так, запорожец. Не отрихтовать иномарку. И теперь смотрим. Так, всё, в принципе, достаточно вот такого. Тут уже, нет, ещё запас есть, в принципе. И можно тихонечко пытаться туда заехать. Я ориентируюсь по колёсам больше, потому что навыков езды на грузовике с прицепом у меня нет. Обычно я попадаю левее всегда. Так, ну вот сейчас вроде бы идёт нормально. Так, ещё метров 10. Так, тихо-тихо-тихо, заломать начал в эту сторону. Ну вот, и теперь мне ничего не видно, что у меня творится по правому борту. Насколько я вылез за это подсвеченное место. Всё. Прицеп расположили как надо. Теперь нужно его отцепить. Ну вот он. Отцепляется и тут же встаёт на опоры. Раньше это нужно было делать раздельно. То есть, сперва выдвинуть опоры. Они ещё прилегают пересесть куда-то. Раньше сперва нужно было выдвинуть опоры, только потом сбрасывать с седла его. Так. Всё. Остаётся только перепарковать отдельно сам тягач и испытание будет засчитано. Так. Попадаем. Попал. Нет. Я на удивление выполнил все три условия. То есть, не повредил, не выехал на встречку и ехал я с камерой и с кабиной.